друзья всем привет с вами ольга привет вам передаю из нидерландов как всегда спасибо вам большое за просмотр прошлого видео прошлое видео я выпустила обзор с выставки дни вязания в нидерландах она прошла у нас здесь найкерк это такое местечко в нидерландах недалеко от места где живу я два дня мы работали и спасибо большое за то что вы смотрели комментировали вам понравилось получила такой комментарий очень полезный для меня спасибо попросили показывать не только пряжу потому что на выставке я снимала и показывала другие стенды других участников не только свой магазин amazing wool и одна девушка мне написала и попросила ольга пожалуйста также снимайте показывайте больше готовых вязаных изделий спасибо такие комментарии очень полезные буду снимать для вас дальше я думаю что следующая выставка в которой я приму участие с моим магазином будет уже в январе в этом году будут еще выставки у нас здесь но далеко очень ездить это правда очень утомительная работа полный день на выставке плюс если еще дорога по несколько часов это очень сложно поэтому я решила уже принять участие в следующей выставке в январе это друзья что касается выставки дальше у меня спрашивали когда смотрели видео с выставки показать поближе пряжу моего ручного окрашивания вот здесь на столе вы можете видеть мы сейчас кстати в моем шоуруме и мэйдин вол находимся и в конце этого видео я вам покажу поближе что я тут окрасила я уже это продавала на выставке все это уже тоже есть на сайте и мэйдин вол я закупила новые составы очень классные все это с вами посмотрим ближе к концу видео что я хотела с вам еще рассказать интересного как я сказала мы сейчас шоуруме находимся и у меня постоянно приходит какие-то новые поставки я естественно стараюсь вам всегда рассказывать и показывать вчера у меня были две посетительницы голландки хотела с вами поделиться ко мне в шоурум можно здесь нидерландах приехать позвонив или написав общем назначив встречу да то есть он не открыт постоянно здесь это очень часто кстати практикуется есть большие стационарные магазины есть какие-то небольшие магазины или шоурумы куда можно именно прийти по как по вспраку это здесь так называется до аппоинтмента вспрак в общем назначить встречу и прийти и мне позвонила женщина и сказала что она хочет прийти и они ищут пряжу высокого качества не вяжут из акрила я сказала это ко мне это ко мне пожалуйста приезжайте и в итоге она приехала со своей мамой представляете маме 90 лет как меня восхитила эта женщина то есть они значит были в церкви и после этого приехали ко мне вместе с мамой то есть дочка с мамой мама прекрасно выглядит свои 90 лет друзья вы знаете это конечно заставляет задуматься дай бог чтобы мы все с вами в таком возрасте еще и вязали ну то есть это конечно очень вдохновляет у меня аж мурашки прям побежали женщина прекрасно выглядела и дочка сказала что приехала к маме в гости и мама оказывается страдает у нее нет пряжи вот нашли ваш магазин спасибо большое что вы нас приняли мы с ними выпили кофе здесь это тоже очень такая распространенная история мне это очень приятно когда приходят клиенты и мы с ними в том числе пьем кофе общаемся и значит женщина которая 90 лет она себе выбрала пряжу будет вязать шаль она хочет только стопроцентную шерсть выбрала пряжу лопи у меня исландская шерсть вы знаете этот бренд конечно же лапа пейсы лопи да у меня в том числе продается пряжа лопи и она значит взяла два матка на шаль потом они взяли опал на носочки экула ну в общем там еще всего набрали и мы так классно пообщались и у меня остались такие приятные впечатления у маме с дочкой и они еще выбирали пряжу на жилет для папы то есть я предполагаю что наверное папе тоже там лет около 90 и вы понимаете вот какая красота какая жажда жизни да вот интерес к творчество в этом возрасте и глаза еще позволяют вязать и для папы они выбирали посмотрели пряжу без сигарного здесь у меня частично лежит лежат уже новинки и цвет пока не подобрали я сказала что придут скоро новые цвета и они сказали что папа хочет что-то интересное экстравагантные кита скучные цвета он не хочет смотрели даже пряжу с пайетками представьте себе в общем было очень здорово классное общение и вот люблю делиться такими историями меня не очень вдохновляют очень потому что творчеством конкретно вязанием видите занимается во всех возрастах и мужчины и женщины и молодые девушки сейчас этим увлечены многие и видите люди которым 90 плюс тоже вяжет в общем здорово друзья что еще хочу сказать по поводу бисигарн тоже мне задавали вопросы пряжа бисигарн относительно новый бренд с которым я начала работать в этом году и я уже закупила на этот сезон осень зима новую пряжу несколько классных артикулов я пока их толком еще нигде не показывала так они мне в инстаграм где-то мелькали уже кто-то успел заказать из вас и я обязательно сделаю обзор предстоящих видео которые будут снимать меня просили показать поближе рассказать сделать обзор обязательно сделаю друзья я к вам прислушиваюсь конечно но уже марина марина и наша с вами вы все знаете марину вы знаете с ней дружу и сотрудничаю я и отправляла пряжу и она уже связала обалденный джемпер из пряжи бисигара на мне здесь лежит я вам ставлю фотографию такой базовый классный джемпер всего из четырех скинов пряжи из четырех пасм знаете все время хочу сказать на русском забываю пасма да вот из четырех пасм у нее всего ушло на шикарный джемпер оверсайз из толстой пряжи бисигар цвет такой джинсовые если кто-то уже видел у марины смотрел ее видео поставьте комментарий или лайк об этом обо всем я тоже буду рассказывать пряжи вам буду обязательно показывать для того чтобы мы с вами вообще смотрели что новенького еще надеюсь что все-таки свяжу тоже образцы чтобы показать не только саму пряжу но и вязаные изделия кстати марина сказала что она стирала этот джемпер из пряжи бисигар в машинке я вообще поражаюсь потому что я боюсь стирать в машинке вот ну не стираю в машинке я не стираю мне страшно жалко и так далее марина постирала хотя это была новая для нее пряжа сказал просто супер просто идеально все поэтому это важный отзыв и буду с вами обо всем этом делиться в последующих видео как я и сказала что еще интересного происходит у нас сейчас друзья с вами октябрь я даже сначала задумалась на минутку на секунду время летит очень быстро уже везде у нас в магазинах здесь продают вы знаете к рождеству уже начинается все к рождеству уже хотя только хэллоуин будет здесь праздник да но уже к рождеству все продается потом у нас в начале декабря 5 декабря синтеклас праздник такой очень известный такой семейный детский уже все для него продаются буквы шоколадные в общем кто из нитерландов тот знает о чем я говорю время летит просто стремительно и сегодня я хочу заранее друзья заранее сделать анонс мастер класса я об этом упоминала ну пару месяцев назад а сейчас уже целенаправленно хочу сделать анонс мастер-класса который пройдет здесь у меня в шоуруме в нидерландах и эта информация конечно же для тех кто живет в нидерландах смогут его посетить но я думаю всем другим просто будет интересно послушать потому что после мастер-класса я хочу и планирую тоже выложить видео показать вам как это все было поэтому оставайтесь обязательно смотрите до конца видео так вот анонс мастер-класса в нидерландах 9 ноября друзья в 12 часов дня я приглашаю вас если вы живете в нидерландах посетить мой шоурум и прийти на бесплатный мастер-класс мы делаем его сейчас бесплатно мастер-класс этот проведет лариса и мастер-класс по мозаичному вязанию крючком лариса нам проведет такой мастер-класс я например никогда в этой технике не работала не знаю крючком вязала очень давно но как говорит лариса каждый справится даже совсем вот новичок там главное уметь какие-то петельки набирать этого достаточно поэтому лариса нам разработала специальный эскиз что это что мы будем вязать я пока вам не скажу пусть будет интрига но мы действительно готовимся лариса готовится она автор этого мастер-класса учителька так сказать да она была у меня на так что мы отмечали друзья сейчас я скажу дни вязания на публике не вязание на публике был праздник летом и лариса приезжала ко мне мы тоже отмечали здесь девочками из нидерландов у нас уже своя компания у нас свой отдельный телеграм-канал тоже есть где мы общаемся и поговорили с ларисой она предложила вот эту идею мастер-класса многие в группе поддержали конечно же поэтому мы делаем его 9 ноября собой нужно будет только иметь крючок 3 3 с половиной и пряжу желательно хлопок не толстый можно любые остатки взять два контрастных цвета и все и запастись конечно же хорошим прекрасным настроением время 2-3 часа минимум нужно заложить она у нас конечно же будет чаепитие мы будем общаться естественно это посиделки вязальные все будет классно и интересно я вам обещаю если вы новенький на канале возможно досмотрите из нидерландов или хотите своему другу посоветовать пожалуйста записывайтесь как я сказала мастер-класс бесплатный на данный момент данный мастер-класс бесплатный но обязательная запись потому что я тоже как организатор я буду принимать у себя на своей территории да мне нужно знать точное количество человека ларисе нужно подготовить материал раздаточный для определенного количества человек поэтому если вы хотите посетить мастер-класс пожалуйста пишите комментарии или пишите мне на email смотрите под этим видео под каждым моим видео если там нажмите на галочку вниз вот так разворачивается информация все мои соцсети другие кроме youtube и мой email адрес самом конце всегда есть куда вам удобно пишите запрос записывайтесь на мастер-класс будет очень классно и интересно ну а для тех кто не попадет большинство конечно я понимаю моих зрителей не попадет я в для вас постараюсь снять видео нашего процесса что мы там будем вязать как мы будем вязать лариса еще обязал обещала привести свои работы буду очень ждать лариса я знаю что ты смотришь мои видео тоже она вяжет в технике мозаичного вязания вообще все то есть я видела она привозила и подушки но у них их огромное количество естественно работ и одеяло и значит подставки под горячие прихватки в общем много всего для интерьера и я думаю можно вязать какие-то изделия тоже но это интересно и здорово изучить какую-то новую технику друзья поэтому записывайтесь вот такой анонс от меня 9 ноября в 12 дня в шоуруме и мазин в мастер-класс по мозаичному вязанию крючком потом не говорите что вы пропустили хорошо но мы с вами давайте сейчас посмотрим что же я тут накрасила какие новые составы что я тут изучала и давайте смотреть это видео хорошо я для вас уже его села друзья показываю вам поближе пряжу моего ручного окрашивания новую коллекцию которую я создала готовилась я к выставке и у меня остались еще очень очень красивые цвета новые составы которых вы еще не видели я обещала показать и поэтому делюсь и так что у меня здесь совсем нового это мохер они у меня сейчас расскажу поподробнее меринос тоже меринос и смотрите пряжа с золотым блеском постараюсь поймать блеск но пряжа очень классная давайте начнем вот с этой значит вот такая пряжа у меня новая почему я говорю новая она не только новая в плане цветов которые я окрасила но и я закупила не окрашенную пряжу у нового поставщика для меня очень высокого качества пряжа на лесенка фри вы знаете о чем я говорю думаю и вот коллекция мериноса у меня называется мериносовая гармония marina harmony вот такой красивый яркий цвет кто любит ярко мне из 4 вот таких красивых скина смотрите состав здесь стандартный носочный но как вы понимаете можно вязать все что угодно что у нас здесь по составу в 100 граммах 425 метров и 75 процентов это меринос и 25 процентов нейлон на спицы два с половиной три миллиметра так но что я хочу вам сказать эта пряжа она настолько мягкая она немножко отличается от моей предыдущей коллекции предыдущая коллекция тоже меринос но вот я надеюсь вам видно они немножко разные они немножко разные мне нравятся обе эти при скажем так при ожидании окрашенных но здесь немножко другая структура друзья поэтому показываю вам поближе чтобы вы увидели сравнение вот это у меня шопа дикой природы тоже есть в наличии коллекция все на сайте amazing wool а здесь видите немножко другая структура так это я пока убираю и смотрим значит вот 4 пасмы и к ним я окрасила мохер тоже 4 мохера то есть их можно совмещать вязать изделие кому нравятся пушистики мохер можно брать на подмот мохер можно естественно вязать отдельно паутинку например шаль все что угодно что касается мохера первый раз в жизни я окрашивала мохер перед тем как его окрасить я изучила огромное количество материала самостоятельно потому что окрашивание мохера это друзья очень непростая задача это вам не меринос и не другие пряжи с которым я уже имею дело опыт и его окрашивать легче мохер это как ребеночек малыш я вот так скажу смотрите какой называется мохер элеганс вот такой вот он пушистик нежный розовый с таким теплым желтоватым здесь какой-то такой абрикосовый цвет у меня получился и это не просто мохер а мохер на шелке вот я думаю вам видно здесь шелк эти скины по 50 грамм в 50 граммах 420 метров на размер спиц два с половиной три миллиметра вот такой мохер у меня получился я его окрашивала долго я нянчила с ним знаете как с ребенком потому что очень аккуратно нужно окрашивать очень аккуратно нужно переворачивать во время окрашивания дальше я его в общем долго как бы обработку дела после окрашивания то есть он должен полностью остыть потом аккуратно делается вот вот его ну скажем вот то то есть обязательно вся пряжа ручного окрашивания она стирается специальных средствах после окрашивания с мохером это было сложно потом его нужно аккуратно сушить чтобы он не запутался в общем целая история большая работа но мне нравится результат у меня покупали на выставке и вот у меня сейчас в наличии два цвета есть такой розовый и голубой смотрите какой голубой тоже классный мне кажется пишите комментарии что вам нравится какие-то вопросы есть тоже задавайте с удовольствием отвечу вы можете также эту пряжу на моем сайте amazing wool приобрести друзья напоминаю отправка практически во все страны мира дальше еще merino который мы с вами только что розовую смотрели merino harmony вот такой классный цвет сочный зеленый тоже на любое изделие вот смотрите три пазмы можно брать также и на плечевые изделия и на шале все что угодно все что угодно еще одна merino harmony и здесь уже вот такой цвет мне лично очень нравится здесь серый вот такой как кирпичный немножко крапинок есть фиолетовый это вот эта же пряжа что и зеленая та же самая что и розовая друзья это она я же новинка который мне появилась я буду обязательно докупать и докрашивать осталось у меня два цвета очень красивых во первых вот такая пасма она одна осталась друзья кому нравится забирайте заказывайте смотрите какой красивый осенний цвет данная коллекция называется glimmer gold смотрите такая сияющая золото и это пряжа merino с таким золотым как бы люрексом состав тоже носочный в принципе такой как и здесь но здесь добавлен вот этот люрекс пряжа очень мягкая очень мягкая очень приятно я бы рекомендовала ее также для каких-то шалей шарфов и так далее смотрите в 100 граммах 400 метров 75 процентов merino 20 процентов нейлон и 5 процентов gold sparkle но это в общем вот этот вот золото вот это да мягкая на спице два с половиной три миллиметра вот этот цвет остался один также есть три цвета вот таких интересных вот здесь покажу вам поближе без этикетки пасма видите какой такой нежный ненавязчивый блеск мне нравится именно золотой блеск потому что данная пряжа также есть серебром и хочу вам показать как пряжей выглядит неокрашенная смотрите вот так выглядит неокрашенная пряжа вот она это я подготовила уже к следующему окрасу и вот такая красота получается когда выходит из под моих рук вот что получается естественно у меня еще помимо этого есть пряжа шоп от дикой природы тоже на сайте все это в разделе пряжа ручного окрашивания есть мини скины которые можно подобрать друзья надеюсь вам понравился этот мини обзор пишите комментарии что вам пришлось по душе какой состав и как вам махер еще